всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вот в этом ролике ссылка в описании тоже будет про разбив окровавленный я в соответствии с английскими традициями готовил в качестве гарнира к нему йоркшевский пудинг естественно нашли зрители которые тут же заявили что он совершенно не похож на настоящий йоркшевский пудинг а настоящий это такая небольшая булочка с пониманием отношусь таким заявлением действительно если человек приехал в англию или даже живет там зашел в магазин смотрит на ценнике написано йоркшевский пудинг то естественно он будет пребывать в святой уверенности что пудинг бывает вот только такой и никакой иначе представьте себе иностранца приехавшего в россию вот зайдет он в кондитерку купит себе кекс раз купит два да так уверен что настоящий русский кекс это тот же самый маффин маленькая булочка ну только с изюмом а то что кекс вообще-то не большого размера а те маленькие правильнее называть кексики то есть маленькие кексы он так и не узнает короче сегодня я приготовлю по тому же самому рецепту что и в том ролике в тех же самых пропорциях по той же самой технологии настоящий английский йоркшевский пудинг но на радость тем зрителям в маленьких формах в избежание обвинений про не так все это было скажу что и рецепт того розбифа кровавленного и рецепт йоркшевского пудинга мною был взят из замечательной книги которая вышла в серии good cook еще в 70-х годах прошлого века английской книги но чтобы пудинг не было грустно жевать потому что он по сути состоит только из муки яиц молока и соли пустая по сути во внутри булочка с очень сильным вкусом яиц здесь же их вы считаете на 4 яйца это 240 граммов в 250 граммов муки наполовину яиц состоит так вот чтобы не было его грустно жевать я заполню его говядиной винном соусе в качестве примера оригинальной подачи очень хватит болтать начнем противень надо застелить фольгой чтобы не мучиться позже с отмыванием и сверху положу еще и лист бумаги для выпечки это для того чтобы картошка не прилипала формочки обычно наливают довольно много животного жира здесь у вас запекается розбиф то с ним проблем обычно нет у меня сегодня розбифа нет поэтому я буду использовать растительное масло так тоже иногда делают и это единственное наступление от классического рецепта формочки отправляются в духовку греется температура 180 градусов верхний нижний нагрев а я займусь тестом яйца надо взбить щепотки соли в пену добавить молоко у меня свежего молока не было я поэтому развел сухое молоко в воде собственно магазинное такое же теперь муку и до однородности видите пена укрупняется оседает как видите тесто получается очень жидкое так на гарнир я планирую сказал уже запечь картошку шкурку нее тонкая что даже чистить не буду масло соль тимьян и розмарин и перемешать отлично формочки уже нагрелись теперь их надо заполнить тестом очень важно чтобы жир в них был сильно нагрет тесто кстати в духовке сильно поднимется поэтому не нужно доливать до самого верху и отправляю в духовку на 35-40 минут процесс пошел и самое время заняться мясной начинкой сковороду на плиту масло греем к воде надо нарезать мелкими кусочками с фасоли ну может быть чуть-чуть крупнее хорошо разогретое масло отправляю мясо и теперь минут пять даже и не думаю ничего перемешивать мне надо чтобы она прижарилась если начать перемешивать то относительно холодное мясо перемешиваясь отнимет у сковороды всю теплоту само прожарится естественно не успеет сразу даст много сока то есть я вообще не смогу получить на мясе вот этих самых классных прижаристых бачков а сейчас мясо лежит горкой одной стороной прижатой к сковороде теплопроводностью мясо не высока поэтому вот эта сторона прижатая к сковороде успеет прожариться а теплота сковороды не успеет пройти выше соответственно успеет так сильно остынуть вот смотрите видите вот эти самые бачка и дадут соус совершенно потрясающий вкус жареного мяса надо кстати добавить перца ну а сверху уже можно и лука навалить отлично но пока ничего не перемешиваю жду еще пять минут чтобы вторая сторона тоже хоть немного но прижарилась может пока посмотреть на то что в духовке происходит теперь пора уже пожалуй перемешать еще пять минут ждем так отлично и вот сейчас самое время добавить портвейна красного нет у вас портвейна найдите какого-нибудь другого ароматного алкоголя какой вам нравится может придется сахаром на вкус выправлять кстати посолить уже пора сейчас буквально минута спирт выкипит не можно будет парочку ложек томатной пасты добавить и перемешать ложку муки сюда и опять перемешать еще мне понадобится душистый перец и немного кориандра их лучше раздробить замечательно немного кипятка перемешать убавить огонь и пусть томится дожидаясь готовности будинга у меня перерыв Melтоine Okay Моя 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 Никакого смысла, кроме эстетики, в такой подаче, конечно, нет. Ну, так же, как, например, борщ иногда или гуляш подают прямо в ржаном хлебе. Сирцевину вынимают, подсушивают, и в таком хлебе подают. Просто для красоты. Ну, если вы хотите удивить гостей, почему бы и нет? Так, начну, конечно, с мяса. Как оно пахнет, а? Просто обалдеть. Порцейка, конечно, маленькая получается, но, слушайте, очень многие любят закусывать за столом жульеном. Тут тоже подается в маленьких кокотницах, так что... Вот, мелко нарезаете мясо, и оно готовится быстро. Оно прекрасно успевает, приготовится абсолютно, стать мягким, нежным, сочным за такое небольшое время, пока готовятся эти самые пудинги. Да, и пудинг, естественно, да, это в моей духовке, он где-то 35-38 минут готовится, но все духовки пекут по-разному. Поэтому вы следите, смотрите по своей духовке. И у пудинга тоже. Для меня любая выпечка, любое тесто с большим содержанием яиц, с таким большим содержанием яиц, по вкусу очень напоминает омлет. Это, конечно, не омлет, да, то есть это хлеб. Но из-за большого количества яиц даже тот же самый бисквит, который готовится по такому же принципу, разве что там сахар еще есть, для меня это тоже, считайте, тоже самый омлет. Слишком сильный вкус яиц. Я ничего против не имею омлета. Еще, извините. Маска. Классный аромат вина. Просто вот классный. Поджаристые кусочки, при этом сочные. Это как гуляш, только гораздо вкуснее, гораздо лучше. Так, ну и давайте я пройдусь по картошечке. Так, смотрите, какая прелесть. Вот эту вот стороной, которая к противню прилегала, видите, она поджарится, а я вот эту возьму. Ммм, какой красивый. Печеная картошка, мясо, хлеб, самая мужицкая еда. Но очень вкусно и в эффектной подаче. И вы обратили внимание, да? Рецепт, граммовки, все один в один с рецептом в том ролике. Режимы на духовке те же самые все. Если вы такое тесто выливаете в широкую плоскую форму, оно поднимается, но такой шапки, как с маленькими, не будет. Если вы такое же, соответственно, тесто при тех же самых режимах выливаете вот в такие маленькие формы, вот в такие вот, то есть они маленькие, высокие достаточно, то и пудинг поднимается очень высоко. В большую плоскую форму выливаю тесто для того, чтобы при приготовлении всяких там этих самых на решетке, мяса, прочего, чтобы жир в них капал, чтобы в качестве подставки, чтобы не пропадало это дело все. И если у вас и так этого жира много, если вы добавили, то не нужно ничего подставлять, зачем он слишком жирный. Хлеб слишком жирный, пудинг. Так что, короче, и это пудинг, и то пудинг, они разные бывают. Так что, не морочите себе голову и готовьте. Очень вкусная штука. И очень простая, на самом деле. А еще бытует такое мнение, что англичане этот ёршерский пудинг придумали для того, чтобы сэкономить. Потому что его можно есть соусом мясным, тем самым от мяса, которое запекается в духовке. А самым все дешевые. Ну что там, яйца, мука, молоко, все. Так что, готовьте, наслаждайтесь разными вкусами. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.